Наша Псковская земля, святая Псковская земля, потому что что у нас происходит? Наводнений у нас нету, бурь у нас, считай, что никаких нету, землетрясений нет, потому что Псковская земля самая, что ни на есть, святая. Ну, мы здесь и живем, Господь нас всех тут и собрал. Нет, конечно, да, этого вот на юге России этого не хватает, там все-таки города позже основывались, вот тот же Владикавказ, ну что это, при Екатерине крепость там обустроили, а у нас, действительно, я ездил и вспоминал, тянуло сюда и к новгородским землям, ну и, естественно, Псковские. Когда я встречал Пасху, я же тут по всем храмам встречал уже Пасхи-то, и в Старой Ладоге встречал, и Псково-Печорский монастырь, конечно, там очень благостно. А почему у нас Псковская земля святая? А начнем с чего? Княгини Ольга, князь Владимир, кто крестил Святую Русь? А? О, откуда пошло все? Самое, что ни начало. И мы это не утратили с Божьей помощью. Вот в свое время, как это, бабушки, белые платочки сохранили веру. И вот до наших дней дошло, и нам надо соответствовать тому, что мы имеем. А по деревням, кстати, все сохраняется. Язык белорусский ведь по деревням сохранился. Тогда ведь при польском владычестве в городах все уничтожалось, и насаждался иной язык. А по деревням все потом возродилось, это из деревень как росточки, от росточков. Так и у нас то же самое. Вот даже возьмем разные деревня, у нас разные наречия. Заметили, да? Вот такие вот. Например, Бижанинский район, это вообще другое наречие. В Лакнянском другое. А по нашим вот старым деревням вообще по-другому. Такие слова, которые сейчас мы часто говорим, знаем уже, вот как бы наше поколение. А молодые вообще, как скажешь какое-то слово, им смешно даже становится, потому что не знают истории. Да, да, да. Ну, все, братцы, я пошел. Красиво, да, очень здорово будет все. Тут что было раньше, склад в советское время? То что они из этого... Склад был, клуб был, потом электростанция была. Потом вот в советское время, пока передали, тут склад был, здесь пристройка еще была. Все это мы уничтожили и вот все, оставили вот то, что есть. Крыша обвалилась, крышу поставили. То есть он уже сколько лет, как действующий-то? Во, сколько лет. Лет уже 12, наверное. Ого. Пенис-то, да? Да. Да, да, да. Он тоже по горам лазит. Вот, это Николай. Вот, Сережка приехал. Сейчас был на вершине Эльбруса и на вершине Казбека сразу, за один раз. Вадим показывал. Ага, так вот, хочу потом побольше уже горы, хочется в Южную Америку сейчас съездить. Да, тут еще много чего интересного. На Эверест я ему нас забрал. На Эверест, да, я бы хотел. Вместе. Надо собрать и греков, туда, и армян, и вместе на Эверест. Раньше ведь и не знали, что Мария Египетская. Да. А Мария Египетская всех блудников молится за всех блудников, так что. Конечно, она же сама из блуда и ушла в пустынь, столько лет там пребывала. Это символ веры еще, ведь, в принципе, когда крестится человек, надо, чтобы он его знал, как само собой разумеющееся. А я тогда крестился вот в этой церкви, и меня никто не наставлял. Ну, уж так, на ваше благоразумие, на ваше уже возрасте, конечно, 32 года, чтобы человек сам уже понимает, что ему надо знать молитву, знать символ веры, это самая молитва. Отче наш символ веры, а как иначе? Если ты не знаешь, то это не христианин. Ну, вот в том-то и дело. Как многие христиане, крест не носят. Почему? Спрашиваю. Дома оставил. А солдат, когда идет на войну, как оружие оставит дома, какой же он солдат будет? А мы же солдаты. Конечно. Солдаты Христовы. И оружие у нас крест. А крест дома. Да, да. О, нормально, да? Вот это христиане. Так что, мой хороший, вот такие дела. Надо быть христианином везде, христианином. И дома, и на поле, и в горах, и на море. Да, это точно. Вот тогда я покрасил крест, и все, был большой ход. А на солнце он будет, ну, какая красота, да? Благость, благость, да, здорово. Тут и на повороте, и озеро тут рядом. Здорово. Вот колоколинку доделаем. Колокол, колокол повесим. Есть у меня там один повесим. Ну, в апреле, когда Мария Египетская, литургию служим здесь. У нее в апреле, да? В апреле. Пиячка у нас тут есть, все тепло, хорошо. А когда усопшие, три дня стоит гроб спокойненько, и не портится. Уже проверено, хоть летом, хоть зимой, в любое время года. Потому что храм-то был, какой он, кладбищенский был храм. Здесь кладбище вокруг. Вот. И намоленный храм, конечно. Да, это интересно, действительно, потому что монахи из Валаама говорили, что в Пасху как-то положили яйца, и потом через год только вспомнили. Они, говорят, нормальные поели их, они ничего не портятся. У нас так вот тоже в домах, тоже многие верующие вложат на 100 в свои маленькие яйца. На следующий год даже, через год едят эти яйца. Ничего, ничего не портятся. Спрашиваю, когда приходят, а как ты постился, постилась? А, вот так вот так. Ну, то есть, уже пожилой человек, надо же поститься разумно, чтобы было как-то с понятием, а не так, что. Пост для каждого человека, он свой, в принципе. Для больного такой, для здорового такого, для трудащего такого, для монаха такой, для путешествующего такой. Все разное. Все разные. Конечно. И попадаем в разные ситуации. И вера наша дает нам пост для того, чтобы мы радовались, что имеем какое-то воздержание, что можем это сделать, как это, подвиг совершаем, преодолевая сами себя. Вот. Все, ну, это же должно быть благоразумно, а не фанатично. Конечно, слава богу, что не упал, что покращил, что залез, за все, слава богу. Продолжение следует. Продолжение следует...